Хоть по одному котику, стерилизация в приюте продолжается, несмотря на положение в городе. Стерилизация приютских хвостов из 9 жизней продолжается. Сил у волонтера Влады нет таскать по две кошки в разных переносках. В одной многие вне дома не сидят. Это все стрессовая ситуация, нормальное явление. Поняла хозяйка, что в последнее время проблемы со здоровьем никуда не уходят. Спина колом стоит от домовских дел. Машин по перевозке до ветклиники нет. Осталось еще пять кошек и море пацанов на кастрацию на очереди. Будет волонтер как-то по одному таскать. Выхода нет. Мужчин тоже нет. Не с кем договориться за машину. Волонтер уже готова сама сдать на права и хоть на каком-то драндулете их возить. Продукты тяжело таскать. В руках таким объемом. А что делать? Все время сейчас какое. Назад ветклинику опять искала бордюрщика. Нашла в этот раз за 500 рублей. Что тоже очень дорого на самом деле. Спасибо вам, друзья, кто поддерживает наш домашний мини-приют. Спасибо вам огромное, вы наши, что не бросаете и идете на выручку хвостиком в этот трудный час. На содержание приюта 80 кота хвостов. И актуальна любая ваша поддержка. Волонтеры уже не одну неделю возят то в больницу, то на стерилизацию животных. Конечно, это капля в море. Но нужно первая итерация хотя бы решить вопросы со всеми приютскими животными. Уже потом браться, возможно, в будущем за животных, которые находятся вне стен приюта. Это уличные животные. Хотя не только проблема сейчас с транспортом, проблема с тем, что, во-первых, стерилизация и кастрация подорожали. А еще, возможно, в городе скоро закончатся все препараты для наркоза. И тогда уже не будут проводиться операции и никаких стерилизаций в априори не будет. Продолжение следует...